Приветствую вас, и для начала нужно определиться с тем, было ли у вас когда-то по-другому. Ну, то есть, воспринимали ли вы по-другому когда-то секс, нравилось ли вам когда-то что-то другое в сексе. Вот. И откуда взялось такое вот определение нормы у вас, именно у вас конкретно? Откуда взялось такое определение нормы? То есть, почему вы считаете, что, грубо говоря, вот, норма это что-то вот одно? Ну, то есть, тут вот, в данном случае, да, это, на мой взгляд, просто стереотип. То есть, вам мне нравится вообще всё, что угодно, если это никому не вредит, вот, если это не вредит. Если вы считаете сами, что ваша симпатия должна распространяться на что-то другое, да? Ну, просто в силу своих убеждений, в силу своих взглядов вы считаете, что должно быть по-другому, да? Ну, вот, то хорошо. В таком случае с вами нужно работать, в таком случае с вами нужно разговаривать, беседовать и, соответственно, выяснять, что вы находите для себя в том, что вам нравится. Вот. Чем конкретно вам нравится. Вот. И, соответственно, уже после этого можно будет о чем-то говорить. Соответственно, после этого уже можно будет что-то вам рекомендовать. Ну, как правило, как правило, да, история такова, что человек чувствует себя в безопасности. То есть, человек ощущает себя спокойно. И предпочтения в том же сексе, например, зачастую достаточно плотно связаны с этим. С ощущением безопасности, с ощущением, может быть, привычности какой-то, с ощущением чего-то близкого. Понимаете? Вот. В данном случае можно говорить о том, что, допустим, именно у вас, ну, могут быть проблемы с этой самой безопасностью. А в каком смысле проблемы, да? Проблемы в том смысле, что вы чувствуете себя хорошо только тогда, когда проявляются, вероятно, сильные, ярко выраженные эмоции и желания, вот. Как ваши, так и со стороны других людей. И при этом негативные. Возможно. Ну, возможно, негативные. Возможно, негативные. Что означает, что вы о себе думаете плохо. По сути. Вот. Что вы о себе думаете, ну, скажем так, да, не лучшим образом. Вот. И, собственно, все вытекает из этого. То есть, если вы хотите, если вы считаете, что, вот, должна быть норма, да, если вы считаете, что, ну, человек должен стремиться к норме, какой бы она ни была. Вот. Что, ну, нужно поработать с вашим чувством безопасности. И с тем, что вы о себе думаете. Потому что люди, значит, которые не чувствуют себя в безопасности, не чувствуют себя, ну, скажем, гармонично как-то, да, вот. Они в большей степени тяготеют к таким, знаете, как бы сказать, ну, соподчиненным отношениям. Или подчиненным отношениям. Вот. Понимаете? То есть, этим людям нужно либо доминировать, контролировать, и тогда они чувствуют себя в безопасности. Либо, наоборот, подчиняться и находиться в полном видении своего баскнера, и тогда они чувствуют себя в безопасности. Еще раз повторю. Если никому от этого нет вреда, если человек чувствует себя хорошо, если человек развивается, ну, вообще вот, по своей жизни, да, растет личностно, то ничего плохого в таком аспекте нет. И быть не может. У каждого делает свой выбор, исходя из своих предпочтений, и, как бы, ну, в данном случае тратить, тратить жизнь, например, тратить, там, допустим, годы, деньги, энергию на то, чтобы менять какие-то алгоритмы получения удовольствия, или наслаждения, или счастья, или радости. Вот, при условии, если это не вредит, не вредит, ну, вот, допустим, вам. Мне кажется, это не то, чтобы странно, да, не то, чтобы это странно, мне кажется, но мне кажется, что делать это у человека, у человека нет мотивации. Либо нет мотивации, либо она очень слабенькая. Вот. Понимаете? Вот. И смысл тогда говорят. Поэтому, сперва, надо бы разобраться именно с тем, как вы пришли, ну, вот, вообще, к этой идее. Как вы пришли к этой идее? Что вам нужно, там, что-то по-другому, что вам нужно как-то иначе себя вести, что вам нужно что-то ещё, да? Вот. Если у вас было когда-то что-то по-другому, да, то есть вам нравилась классика, допустим. Вот. Ну, нравилась когда-то, когда-то вам нравилась классика. Вот. Хорошо. Супер. Значит, она вам нравилась, а потом что-то произошло такое, что она вам, собственно, нравится перестала. Верно? Так всё было? Так всё было? Ну, вот. Значит, что-то произошло. А если вам изначально не нравилась классика? Вот. То есть, если изначально вам нравилось что-то другое, да, то, ну, наверняка же у этого есть свои причины. Тоже. Ну, верно же? У этого же есть причины свои. Ну, так давайте сперва подумаем о причинах, давайте сперва подумаем о том, что вам даёт вот эта вот история. Давайте сперва подумаем о том, что вы получаете, как бы, в результате, ну, вот, своих, ну, в результате того, что вам вот нравится, то, что нравится, да, вот. Вот. И уже после этого можно будет о чем-то говорить. Вот. Ибо, если вы не удовлетворите свои желания, которые ни в коем случае, на мой взгляд, не связаны здесь с сексом, вот, желания с сексом не связаны. В данном случае никак. Вот. Пока вы не удовлетворите свои желания, то мне кажется, что, в общем, не будет никакого результата от того, что вы делаете. Вот. Не будет абсолютно никаких изменений для вас, например, не будет никаких изменений, потому что вы будете привязаны к тому, что вам вот хочется, к тому, что вам нужно и всё. Вот. Вот. Потому что, например, та же потребность в безопасности у человека она постоянно. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. Другой вопрос. Другой вопрос. Который, на мой взгляд, тоже очень важно задать. Вот вы пишете про, соответственно, определённые вещи, да, скажем так. Почему, почему речь идёт именно о, в определённом просмотре, скажем так, видеоряда? Вот. Почему речь не идёт о, скажем так, непосредственном физическом контакте? С партнёром. То есть, вы попробуйте. Попробуйте классику. Попробуйте не классику. И посмотрите, что из этого получится. Что-то вам понравится, что-то не понравится. Возможно. Вот. То есть, смысл, смысл, да. Смысл-то в чём, что вы смотрите определённый видеоряд. Смысл в этом какой? В видеоряде, в видеоряде, нет, нет абсолютно ничего, нет абсолютно ничего реального. То есть, как бы, да, чисто физиологически это может вызывать возбуждение, безусловно, но не более. Не более, да. На практике, не факт, что вы решите попробовать всё, что вам, например, нравится, вот сейчас, допустим. На практике, не факт, что вы решите попробовать всё то, что вы хотите, всё то, что вас привлекает. Вот. Поэтому в этом смысле лучше быть именно честным с собой, в первую очередь. И понимать, что, допустим, что-то виртуальное это нереальное. То есть, виртуальное не обязательно реальное, скажем так. И мне кажется, что вот это является тоже одним из очень важных моментов, да, помимо всего прочего. То есть, можно очень долго просто говорить о том, что, допустим, ну, что вот вы не чувствуете себя в безопасности, там и т.д. и т.д. Вот. Об этом можно очень долго говорить. Очень долго. Но, по сути, по сути, вот именно по сути, до тех пор, пока вы не разберётесь, ну, реально вот не разберётесь, да, не попробуете, не получите какую-то обратную связь, да. Вот. По факту, я сомневаюсь, что, ну, что-либо будет, потому что, все равно вы будете, все равно вы будете тягатеть к тому, что хотите. То есть, у вас все равно будет такая идея, а вдруг, а вдруг, а вдруг это моё. Понимаете? И надо сказать, что вы, в общем-то, не совсем так уж, чтобы не правы, то есть, в этом смысле вы можете действительно быть правы, потому что действительно может быть такая история, что это ваша. И тогда вам это нужно будет принять в себе, вот. Так или иначе. То есть, не торопитесь, не торопитесь себя как-то менять, да, не торопитесь себя как-то вот стараться, ну, переделывать, да, или что-то вроде того. Не торопитесь, это вы, в общем и целом, это вы всегда успеете, вот. Вы всегда успеете это сделать, вы всегда успеете себя переделать, вы всегда успеете, ага, начать себя обвинять, вы всегда это успеете. Это очень, на самом деле, это очень, очень-очень-очень легко, вот. И я не думаю, что, я не думаю, что это то, что в любом случае вам нужно. То есть, мне хотелось бы, мне хотелось бы, чтобы вы все-таки больше, ну, вот, заботились за себя, вот чего бы мне хотелось, больше, вот. Не просто, вот, как бы старались, да, там, допустим, ну, допустим, что-то поменять в себе, вот. А именно, вот, именно заботились за себя, вот. Мне бы хотелось так, чтобы было. И в этом, в этом я могу вам помочь, но не только я, да, но и, как бы, любой, любой мой коллега, любой мой коллега может вам в этом помочь. Если у вас будет желание, если у вас будет необходимо, да, мы вам обязательно в этом поможем. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ на танок. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Вам, значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. А я желаю вам всего, пока.